Космонавты Роскосмоса начали проводить эксперименты в модуле «Наука». Об этом в интервью ТАСС сообщил дважды герой Советского Союза, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», член-корреспондент РАН Владимир Соловьев. По словам генконструктора, в год в модуле планируется проводить 5-6 экспериментов различной направленности. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» предназначен для расширения российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов на борту станции. 3 сентября космонавт Олег Новицкий и Петр Дубров планируют выход в открытый космос с целью дальнейшей интеграции модуля «Наука» в состав МКС. Смотрите нашу прямую трансляцию. Создание программы «Сфера» фактически началось. По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, к концу следующего года будут созданы прототипы первых космических аппаратов одной из орбитальных группировок. Минфин уже выделил средства. Главные задачи «Сферы» — телекоммуникации, широкополосный доступ и интернет вещей. Аппараты будут работать как на геостационарной, так и на средней и маловысотных орбитах. Среди группировок спутников системы «Сфера» будут аппараты «Экспресс-РВ» с высокоэллиптической орбитой, «Марафон» — созвездие из 264 спутников в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км и аппараты «Скиф» для традиционного интернета. Система «Скиф» обладает большой пропускной способностью — 320 Мбит в секунду — и формирует на поверхности Земли большое количество лучей передачи информации. В ходе создания программы «Сфера» Российская Федерация планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Российские астрономы при помощи наземных телескопов и телескопа «Эрозита», установленного на борту обсерватории «Спектр РГ», определили свойства одного из наиболее массивных скоплений галактик. Оказалось, что свет от объекта шел до нас 6 миллиардов 600 миллионов лет. Распределение галактик внутри скопления напоминает песочные часы. Исследование свойств и пространственного распределения скоплений позволяет узнать больше как о космологической эволюции Вселенной, так и о ее крупномасштабной структуре, а также о механизмах формирования и эволюции самих скоплений. Новое скопление галактик оценивается учеными как самое массивное из когда-либо найденных. Два месяца назад, 30 июня, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17». Главная особенность этого пуска — отработка маневров одновитковой сверхбыстрой схемы сближения кораблей со станцией. На этапе ближнего наведения грузовик перешел на так называемую коэллиптическую орбиту, а затем выполнил импульс для перехода на траекторию перехвата станции. В будущем одновитковая схема сближения позволит транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через полтора-два часа после запуска. В конструкцию «Прогресса МС-17» внесен ряд изменений для повышения надежности. Установлена дополнительная защита от космического мусора и микрометеоритов. Телеметрическая система, работающая через геостационарные ретрансляторы «Луч-5», позволяет поддерживать связь с кораблем в любой точке орбиты. Также система стыковки и сближения «Курс-А» заменена на более совершенную «Курс-НА» с цифровой обработкой сигналов, которые вдвое легче и в три раза экономичнее по энергопотреблению. Стыковочный механизм «Прогресса» теперь оснащен дублирующими электродвигателями. Дальнейшую отработку элементов одновитковой схемы планируется продолжить в миссиях следующих «Прогрессов». Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к эскизному проектированию российской орбитальной служебной станции или РОС. По словам представителей РКК «Энергия», космонавты будут летать на РОС вахтовым методом, а инфраструктура станции сможет обслуживать орбитальные аппараты. В составе станции есть не только ядро, но и летающие вокруг нее автономные модули, которые периодически подходят к станции для ее обслуживания. РОС — это творчески переосмысленный и технически более совершенный возврат к идее станции «Мир». В свое время размещение «Мира-2» также предполагалось над высокими широтами планеты. Это позволило бы полностью наблюдать территорию нашей страны и особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики. В субботу, 28 августа, когда город Калуга отмечал свое 650-летие, в городе побывал герой России Советского Союза летчик-космонавт Сергей Крикалев. Вместе с главой Калужской области Владиславом Шапшей Сергей Крикалев посетил Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского, привезя с собой уникальный подарок. Это вымпел «Калуга-космическая» 650 «Циолковский Гагарин», отправленный в космос 9 апреля с экипажем корабля «Союзом С-18», космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким, Петром Дубровым и астронавтом НАСА Марком Ван Де Хаем. Вымпел, на который космонавт Сергей Куть-Сверчков поставил штамп о нахождении на МКС, вернулся на Землю вместе с экипажем корабля «Союзом С-17». Теперь вымпел займет почетное место в экспозиции Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили сбор ТМКС школьников и студентов с Днем Знаний. Учиться. Постоянное стремление к знаниям – важнейшие условия прогресса и личностного роста. Знания делают невозможное возможным, открывают новые горизонты, исполняют любые желания, даже космические. Постарайтесь найти такое дело, которое будет полезно для человечества и интересно для вас. Не бойтесь мечтать. А всем тем, кто сегодня приступает к учебе, желаем всегда добиваться поставленных целей и, главное, не утратить интереса ко всему новому. Помните, что у нас у всех один общий дом – Земля. И вы – будущее нашей планеты. Так пусть это будущее будет счастливым. Успехов вам, друзья! Исследовательский центр имени Келдыша планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира «Зевс» на борту Международной космической станции в 2024-2025 годах. По словам гендиректора предприятия, уже разработана проектная документация. Сейчас центр Келдыша приступает к изготовлению макетов и научной аппаратуры для проведения эксперимента в многоцелевом лабораторном модуле наука. На космодроме «Восточный» приступили ко второму этапу монтажа пускового стола под ракету-носитель тяжелого класса «Ангара» – монтажу силовой рамы. Завершение создания стартового комплекса и первый запуск тяжелой ракеты-носителя планируется в 2023 году. Компания «Космическая связь» вышла на телевизионный рынок Бразилии, заключив контракт с одной из крупнейших национальных телекомпаний. С использованием спутника «Экспресс-АМ-8» бразильский телеканал «ТВ-Диффузора» теперь смотрят более трех миллионов зрителей. Спутник «Экспресс-АМ-8» создан компанией «Информационная спутниковая система» имени академика Решетнева совместно с компанией «Талис Оленяя Спейс». Ученые доказали – полярные сияния разрушают озоновый слой Земли. Такой процесс может оказывать большое влияние на изменения глобального климата. Солнечный ветер способен приводить к истощению защитный слой Земли более чем на 10%. На протяжении последних двух десятилетий ученые нашли лед во многих местах на Красной планете. Марс представляет собой богатую пылью планету, поэтому большая часть льда на нем также содержит много пыли и имеет более темный цвет, чем тот снег, который мы привыкли видеть на Земле. Чем больше пыли содержит лед, тем более темным и теплым он становится, и это может оказывать влияние как на стабильность льда, так и на его эволюцию с течением времени. Главный вывод ученых – лед на Марсе в течение времени начинает таять. Полная Луна в синий час – это явление, когда Солнце находится под горизонтом, а Земля и небо залиты светом с красивыми голубоватыми оттенками. Снимок сделан в итальянских Альпах 21 августа в полнолуние. Один из известных горных пиков в этом районе – Монте-Антеллоо, известный также как король доломитовых Альп. Окрашен в такие же цвета, как и небо. Автор – Джорджи Хофер. ПДС-70 – диск планеты и спутники. Этот снимок далекой формирующейся солнечной системы. В центре – светило. Справа находится планета, которая по своим размерам и массе соответствует Юпитеру. Однако самое интересное – это окружающая планету размытое пятно. Предполагается, что это полевой диск, из которого формируются спутники, которые до этого еще никогда не наблюдались. Изображение было получено Европейской Южной обсерваторией в пустыне Атакама. Айбел-3827 – скопление Каннибал и гравитационная линза. Свет, приходящий к нам от галактики дальнего фона, проходит по нескольким траекториям сквозь сложное гравитационное поле скопления. Из-за этого оптического эффекта галактика кажется сильно искривленной. Скопление Айбел-3827 расположено очень далеко от нас – более 1 миллиарда 300 миллионов световых лет. В это время на Земле еще даже не появились динозавры. Вопрос от Романа Губаева. Что такое надирный порт и где он находится? Международная космическая станция всегда одинаково ориентирована по вертикали относительно Земли. Хотя космонавты не чувствуют притяжения, но знают, с какой стороны станции Земля, а с какой звездой космос. Как раз на стороне российского сегмента МКС, обращенного к Земле, находится надирный порт. Ранее к надирному порту служебного модуля «Звезда» был пристыкован модуль «Пирс». Теперь на его месте новый лабораторный модуль «Наука». Таким образом, наука пристыкована к МКС со стороны Земли. Это сделано для удобства проведения экспериментов, связанных с наблюдением нашей планеты. Присылайте нам ваши фотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! 19 сентября. Единый день голосования. На всей территории России будут проводиться выборы депутатов Государственной Думы. Также избиратели в 46 регионах страны будут выбирать. 9 глав регионов. 39 законодательных органов-субъектов. Будет проведено более 4 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Голосуйте! 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе! Правильный путь выбрать легко. Это путь рядом с теми, кто нам дорог. Это путь, на котором нас ждут приятные встречи. Это путь, который мы выбираем вместе. 19 сентября состоятся выборы Государственной Думы. Проголосовать на избирательных участках можно 17, 18 и 19 сентября. Выбираем вместе! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...